В самом начале 20 века, еще до революции, на поезде Одесса-Владивосток к месту службы отправляется молодой военный дирижер-капельмейстер. Его зовут Макс Кюс, немецкая фамилия. В поезде он знакомится с очень красивой женщиной Верой Кириленко, которая также следует во Владивосток к мужу. Ну, поезда тогда ходили не так быстро, как сейчас, путь был неблизкий, и за время двухнедельного путешествия Кюс без памяти влюбляется в попутчицу и открывает ей свое сердце. Однако Вера Кириленко замужем, и дворянское воспитание не позволяет ей, как Анне Карениной, отдаться своим чувствам. По приезду во Владивосток Макс Кюс вкладывает всю свою неразделенную любовь в музыку, он пишет вальс «Амурские волны» и издает ноты этого вальса с посвящением Вере Кириленко. Муж Веры по стечению обстоятельств оказался непосредственным начальником Макса Кюсса. Полковник Кириленко посчитал такое посвящение на изданных нотах оскорбительным для себя, а в самом вальсе услышал именно то, что туда и вкладывалось композиторам. Между двумя мужчинами происходит выяснение отношений, после чего дирижер просит о переводе в другую часть. Есть в таком повороте событий что-то роковое. Вальс, в котором композитор выразил свою любовь, разлучил его с любимой женщиной. Ирония судьбы. Кюс переезжает на остров Русский, а вскоре уходит на Первую мировую войну, где на Западном фронте служит капельмейстером отдельного батальона георгиевских кавалеров. Ну а потом грянула революция, но и при большевиках автор «Амурских волн» продолжает служить по своей профессии. Добившись назначения в Одессу, он вдруг там влюбляется. В это время в городе проходили киносъемки фильмов с участием звезды немого кино Веры Холодной. Опять Вера? Это имя словно преследует его. Он знакомится с актрисой, он ею увлечен. И когда в феврале 2019 года Вера Холодная неожиданно в расцвете своего таланта скончалась, Макс Кюс по-своему пережил это печальное событие. На свет появился еще один грустный и очень трогательный вальс «Королева экрана». Дальше его жизнь полна скитаний. Он несколько раз женится, у него появляются дети и меняются адреса. Симферополь, Харьков, Полтава, Артемовск. Он мечется, словно ищет свою заблудившуюся судьбу. И каждое выступление своего очередного оркестра маэстро начинает с «Амурских волн». Бережно храня в сердце воспоминания о Вере Кириленко, которой он посвятил этот вальс, Кюс словно подает сигнал «Я здесь, я в этом городе, может, и ты рядом». Весной 1924 года в городе Артемовске при случайной встрече с однополчениным Кюс узнает, что семья Кириленко переехала в Москву. И маэстро, сломя голову вместе с очередной женой, бросается в столицу, где устраивается дирижером духового оркестра, выступающего в городских парках. Начиная концерты с вальса «Амурские волны», Кюс по-прежнему надеялся на встречу с единственной женщиной, к которой рвалась душа. Он знал, она где-то рядом. А она действительно была рядом. Пережив ужасы революции и гражданской войны, пережив смерть мужа и старшей дочери, с младшей дочерью и внучкой, Вера Кириленко живет на съемной квартире у дьякона на Даниловском кладбище. Вера часто гуляла по московским улицам, и однажды откуда-то из парка до нее донеслась знакомая мелодия. И они, наконец, встретились. На скамейке, на скамейке парка сидели уже не совсем молодые мужчины и женщины и никак не могли наговориться. Она вдова, он женат в третий раз. Увы, молодость не вернуть. Кюс возвращается в Одессу. В самом начале Великой Отечественной войны город был занят румынскими войсками, союзниками Гитлера. 58-летнего немца Макса Кюса доставили в кабинет подполковника румынской политической полиции. Разговор шел на немецком языке и был коротким. Подполковник хотел, чтобы Макс Кюс писал марши для армии Гитлера. Кюс отказался. Январь 42-го года в Одессе был ветреным и холодным. Колонну из нескольких тысяч евреев гнали по Пушкинской улице. И в этой колонне, высоко подняв седую голову, узнаваемый всеми, шел в свое бессмертие, не пожелавший быть одной национальности с нацистами, немец Макс Авелевич Кюс. Колонну отвели в село Дольник, и там расстреляли из пулеметов. Наверное, есть что-то мистическое в судьбе этого человека. В 1944 году, когда Одесса была уже освобождена от фашистов, бомба, случайно сброшенная с советского самолета, попала именно в дом Макса Кюса. И все его вещи, все документы, все фотографии погибли в войне. Они сгорели. А в Москве, на Ваганьковском кладбище, покоится та, чей образ Кюс пронес через всю свою трагическую жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok